И в завершении выпуска в Федеральном агентстве по делам национальности в Москве состоялось совместное расширенное заседание Совета Ассамблеи Народов России и Центрального координационного совета молодежной Ассамблеи Народов России «Мы – россияне». Среди вопросов повестки дня реализация грантовых программ и проектов в прошедшем году, а также планы на этот год. Содействие реализации программы государственной национальной политики – это, пожалуй, главная цель участников заседания Совета Ассамблеи Народов России. Все они приехали из разных уголков нашей большой страны. Каждому есть о чем рассказать. К примеру, о том, как обычный футбольный турнир стал Кубком Дружбы Народов, а его афиша проехала 55 тысяч километров вокруг земного шара. Это большой крупный проект. Мы начинали его просто со спортивного и за четыре года сделали его большим крупным культурно-спортивным фестивалем. В 2017 году мы хотели бы этот проект представить на уровне уже международном в рамках Кубка Конфедерации, который будет стартовать в июне этого года в России. В 2016 году Ассамблее Народов России удалось установить контакты более чем с 1300 некоммерческими организациями, которые работают в сфере национальных отношений и готовы создавать подобные проекты. Кроме того, удалось привлечь большой объем средств на их реализацию. Это субсидирование и гранты. Выигранный нами грант по линии фонда Покров, который именуется следующим образом – деятельность ресурсного центра для некоммерческих, неправительственных организаций в сфере национальных отношений. Как видите, что на самом деле это логическое продолжение того процесса, который мы начали благодаря субсидии Минэкономразвития. Создание ресурсных центров, поддерживающих развитие межнациональных отношений – это новая успешная тенденция в России. В этом году открылось 4 окружных и 16 региональных ресурсных центров. Появляются они и на муниципальном уровне. В городском округе Люберцы недавно начала свою работу такая организация. Возглавила ее Екатерина Дегтярева, генеральный директор телеканала ЛРТ, которая активно занимается общественной деятельностью в области межнациональных отношений. На заседании она представила фильм об успешных практиках средств массовой информации в сфере межнациональных отношений. Все привыкли, что СМИ формируют негативный образ, если касается вопроса межнациональных отношений. Но в данном фильме я хочу представить именно успешные практики деятельности телевидения в сфере межнациональных отношений. В планах на 2017 год у Ассамблеи народов России развитие уже стартовавших проектов и создание новых, среди которых проведение Первого съезда народов Евразии. В рамках Первого съезда мы проведем тематические площадки. И мы уже сегодня посмотрели примерно те организации и конкретные люди, которые готовы взять на себя зону ответственности за проведение разных площадок по культуре и образованию. Ну а что касается 2018-го, в Ассамблее народов рассчитывают, что он будет объявлен годом Единства народов России. Тем более, что идею проведения такого года уже одобрил президент Российской Федерации. Яна Яковлева, Максим Горсков, Телеканал ЛРТ.